всем привет ребят с вами как всегда курит и мы продолжаем играть во фрост панк остановились мы на том что запустили экспедицию и сегодня выпуске будем смотреть что же с этой экспедиции вообще будет когда она придет и что она нам принесет спасите вы же членов пропавшей экспедиции 20 человек а я надеюсь что экспедиция принесет нам действительно эти 20 человек эти 20 человек будут рабочими ну и хотелось бы еще немножко ресурсов погнали так здесь у меня добывать дерево до ящики древесины а это кто такие вместо работы маяк странные какие-то люди так все у нас получается уже 6 часов до все ребята возвращаются домой а древесину меня 22 вот здесь почему-то не работает наверное за низкой температурой слишком холодно для работы в здании должно быть хотя бы прохладно это значит у меня не делается на кухне ничего да то есть у меня не делается еда вот сколько у меня пищевых пайков 66 не знаю насколько это хватит интересно а как я могу сделать так чтобы здесь было побольше температура кухня охотничья хижина пост добычи а ну получается я могу кухню скажем построить вместо какого-нибудь вот этого здания да так быстрый сбор да я сейчас изучаю до этого я изучил охотничье снаряжение вот обогреватели наверное стоит тоже потом изучить ладненько погнали в любом случае сейчас уже скоро будет у нас повышаться температура я надеюсь что мне до этого времени еды хватит четыре часа тридцать сеть минут от этого уже пошли охотники за пищей охотники пошли за едой минус 40 конечно да это дико холодно будем тогда делать значит обогреватель изучать по-любому болезни медицина нет спасибо мне это не интересно маяк я все это уже читал братюня зачем ты мне все это показываешь так два человека на лечении два человека заболели до достигли цели пропавший экспедиция вот так и что у нас здесь дальше исследовать теперь да нужно правильный год так мы входим в лагерь явившись из пелены снега вызволенные голоса хором приветствует вас слава богу мы вас нашли мы скитались дни напролет пока силы совсем не иссякли думали у ремонт голода взрослые дети окружили нас они готовы двигаться в путь сопроводить выживших до города и отправить выживших в город разведчики справляют выживших до города это быстро и безопасно выжившие отправиться в наш город самостоятельно на это уйдет больше времени часть из них может погибнуть не давай всех разведчики сопроводят выживших до города вот так вот пускай будет пускай будет так через пять часов до я так понимаю не вернуться 22 рабочих 10 инженеров и четыре ребенка офигеть довольно много людей да получается гораздо больше чем я думал это радует так возвращаемся тогда обратно вот так вот что у нас со временем 3 часа ночи до 4 утра 4 утра на 1 человек заболел раскрыть все это из-за холода да мне так кажется но у нас у нас получается нет местом нету местом ну вот здесь у нас пациента около дня около 22 часов дети почему-то болеют ну вот такое а получается сейчас придут ко мне люди да и их негде будет разместить поэтому нужно наверное построить еще палатки снести улицу разобрать здание построить улицу может быть вот здесь вот в изучении будет у нас какие-то дома улучшенные нет ну-ка так отопление изучение мира и ресурсы еда здоровье и убежище вот барак вот есть какой-то да есть какая-то теплица в теплице по моему у нас выращивается еда да а а барак вот как раз таки но почему-то я а вот здесь нужно еще изучать вот эти уровни фигасе 50 дерева нужно до изучатом изучаться будет 8 часов блин 50 дерева не ну в принципе 50 дерева не так уж и много ладно поехали поехали один человек заболел а почему у меня стоит вот это вот дерево технологий быстрый сбор может потому что тут никого нету а ну да там получается люди работа да только тогда когда люди там работают тогда только у нас идет это изучение можете отпустить разведчиков на моей майке снова отправить их в морозной земли так разведчики вернулись 22 рабочих 10 инженера 4 4 ребенка 36 новых людей ухты какой-то мультик она это вот видимо те люди которые пришли к нам да ну неплохо 20 людей до 20 я имею до 20 рабочих 10 инженеров здорово вид родственников которые нашли друг друга после стольких лишних стольких лишений греет душу ну неужели в полиции нет других поселений первые первые экспедиции были отправлены из лонона уже давно поселенцы уже наверняка где-то обосновались они обязательно помогут нам в соединении мы будем искать других выживших конечно будем вообще о чем речь посылаем тогда экспедицию нашу распустить нет распустить не надо в поисках наши люди нашли тропу уходящую в пустоши нужно пойти по ней надо найти других поселенцев и попросить их помощи чтобы выжить то у нас вроде бы все и так неплохо поисках других найдите другое поселение здесь еще другое поселение такой же как у нас что ли на 1 а надежно убежище подожди пропавшая экспедиция место аварии жутко пещера надежно убежище ну окей погнали сюда 22 часа туда лететь так людей бы в идеале где-нибудь поселить так а что у нас здесь здесь все по максималочке да около четырех часов они все это дело будут изучать ну давай ладно тогда ускоримся я думаю что сейчас мы тогда изучим вот этот быстрый сбор количество исследований так технология сбора хорошие инструменты добывать ресурсы из кучи угля ящиков древесины и грудь стальных обломков на 15 процентов быстрее вне зависимости от наличия поста добычи вот так вот сейчас тогда вот это изучим и будем пытаться изучать бараке я так понимаю что бараке то наверно улучшенные какие-то поселения дома всяким на а многоэтажки думаю здесь вряд ли есть так на изучаем технологии быстрый сбор так и вот у нас так лесопилка подожди нет вот и да и здоровье вот барак чертежные доски мне нужно 50 дерева но у меня 35 в принципе 50 я думаю добыть без без проблем можно здесь у нас дерево добывает это что у нас тут такое на счет тяжело заболел заболел из-за обморожения если людям придется и дальше работать в таком холоде это будет случаться регулярно ладно давай мы тогда не будем работать пускай тогда все люди уходят отсюда сидят в доме и и греются у нас скоро закончится еда блин у нас в принципе скоро уже повысится температура температура повысится и люди начнут переделывать уже из сырой еды то сделать обычные пищевые пайки так у меня пока изучается вот это дерево технологии там надо 50 дерева вот это вот единственное что меня меня отвлекает осталось 19 часов без ой-ой-ой у меня же уголь сейчас закончится ядрём а кочерыжка где уголь брать куча угля вот я думаю что вот за углем сходить можно пока есть время сходить за углем мне кажется даже нужно так у попу 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 все все день заканчивается но уголь как бы насобирали то есть его я думаю на сегодня хватит уже скоро будет повышение температуры осталось совсем чуть-чуть через девять часов еще у нас прилетит прилетят разведчики к тому месту и думаю там тоже будет много чего интересного может быть там дадут ресурсов на халяву не знаю так и вот уже повышение температуры у нас почти и да что ж такое то почему постоянно останавливается все мы хотя бы живы и не совсем так повезло не всем так повезло все у нас температура повысилась на 10 градусов на 10 градусов упала немножко недовольство я думаю что он сейчас будет еще падать нехватка лечения нет убежища главная задача выполнена чё главная задача выполнена понятно так книга законов книга законов двойные пайки для больных переполнение подожди а я разве это не изучал в прошлый раз любые работать любые работать разлучайная смена бойцовская арена переполнение да то есть это будет вместимость использования будет вызывать недовольство немного усилиться давай наверное сделаем переполнение пускай то есть я смогу брать больше больных вот 10 их теперь здесь да но это будет вызывать немножко недовольство но я думаю что ничего страшного такого не будет так ожидаем да то есть там прилетел у нас этот маяк ожидает вот он исследовать эта тропа ведет в другой город убежище комфортабельное с большим количеством припасов на тяжелые круглой двери висит записка внимание всем ученым если вы берете припасы не забывайте уведомить об этом интенданта по возвращению в город это значит что где то еще есть один город у тропы стоит дорожный указатель указывающий в двух направлениях лондон и дом обнаружен стальной мост забрать ох ты ресурсы 192 дерево 102 к еде и вот это вот хрень я не помню что это такое сейчас посмотрим короче нормально так по ресурсам я не знаю сколько он может вести этот маяк вместе с собой отправить разведчиков чтобы узнать больше об этом месте нет давайте мы наверное эти ресурсы вернем через 11 часов они прилетят к нам в город они мне пригодятся там еда дерево вообще очень много всего вкусного а так у нас добавят уголь и мне еще надо чтобы ребята добывали дерево ну вот отправим тогда сюда ребят и сюда тоже отправим ребят вот вот так вот пускай два два получается у нас отряда добывает уголь и два отряда добывает дерево а скоро у меня уже из из изучится вот этот первый левел чертежные доски чертежные приборы магический ой магический механические счеты магические счеты чертежные доски потом будем делать барак я очень надеюсь что барак это место где будет больше у нас жить людей больных 15 голодных 5 бездомных 36 да в идеале бы наверное еще одну больницу построить может быть ребят мы так и сделаем может действительно лучше построить еще одну больницу вот этот санитарный пункт допустим запилить где-нибудь как вы думаете мне кажется стоит запилить запилить да где-нибудь вот здесь наверное прям прям вот так вот или вот давайте сделаем прям за ним да еще один такой типа будет опа вот так и будет отлично мне кажется пускай они все это всю эту ситуёвину построить сейчас у нас закончилось сырое мясо да но пайки еще слава богу есть чуть-чуть тут осталось у нас все древо технологий мы сможем изучить технологии первого уровня ну-ка и погнали вот у нас барак есть жилище для десяти человек защищенное от непогоды то есть также тоже десять человек да но более защищенное а вот он дом вот здесь уже скорее всего будет наверное человек 15 вмещаться как мне кажется ну давай в любом случае мне кажется стоит изучить бараки заменить вот эти вот палатки на более-менее что-то такое защищенное да защищенное я так понимаю это наверное от холода правильно я думаю вряд ли что там это каких-нибудь набегов негодяев и всякое такое наверное от холода ускоряемся сколько там времени два часа да блин скоро уже закончится время ну в принципе уголь у меня есть дерево тоже добывают это тут что у нас первая ампутация ой 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 кому-то отрезали что-то пришлось выполнить ампутацию спасти жизнь больного увы теперь пациент не сможет работать стоит подписать закон о домах опеки или протезах дом опеки дом опеки опеки сортировка больных нужно подождать а у меня пока еще один день надо надо ждать хорошо дом опеки так понимаю там будут люди которые так вот здесь вот нужно воткнуть инженеров сюда чтобы они там работали так а инженеры у меня здесь по-моему были вот они инженеры есть их сюда тоже до конца вот так вот воткнем а чё подожди а почему это здание все в снегу санитарный пункт эффективность 0% санитарный пункт эффективность 100% интересно ладно через час прилетит прилетят разведчики через 20 минут так нет крыши над головой капитан люди беспокоены отсутствие убежища это а я понял я обеспечу убежищем убежище для всех вот эта штука когда у меня изучится я начну строить бараки в принципе осталось совсем чуть-чуть экспедиция успешно вернулась в город да отлично пищевые пайки древесина кайф все по ресурсам я думаю что все здорово отправляем теперь вот сюда вот на стальной мост один день будет у нас лететь экспедиция к стальному мосту 4 человек у меня осталось больных а было было 15 по-моему да 13 вот уже голодных 3 в принципе еда у меня есть я не знаю почему люди не хотят кушать ой 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 тут еще будет у нас похолодание обратно на 1 градус да это плохо но в принципе к тому времени мне тогда нужно наверное построить успеть отопление вот это вот обогреватели а подожди у нас если я изучаю чертежные доски они изучаются на каждой вкладке да это это конечно здорово угольная шахта угольная печь стенной бур так ну я думаю что мне нужно наверное изучать уже вот эти вот лесопилку столетейный завод вот это вот все получение склада ресурсов подожди что у нас делает угольная печь сжигает в жарком пламени до 70 древесины за обычный рабочий день производит 200 а то есть она перерабатывает дерево в уголь вот так вот угольная шахта лесопилка подожди а чем отличается угледобытчик от угольной шахты закачивая воду в давлением подземным месторождением угля выманивая цены ресурсов на поверхность в результате образуется куча объемов до 560 угля за обычный рабочий день этого достаточно для двух постов добычи угольная шахта позволит получить до угля за обычный рабочий день из подземных залежей паровые ядра ага то есть эта штука у нас за один день вытаскивает вот такие вот кучи угля наружу вот а угольная шахта именно вот отсюда может этот уголь просто добывать я не знаю что лучше угольная шахта или что-то другое без понятия но я знаю одно что наверное вот здесь вот стоит вот возле вот этого угля построить построить пост добычи вот здесь не граничит с улицей ну мы его туда воткнем то есть вот как-то улицу улицу я думаю мы сделаем вот блин ну ладно давай попробуем тогда сделать ее вот здесь где-нибудь и проведем дорогу обязательно то есть ну вот как-нибудь вот так сделаем дорогу я думаю она мешаться не будет так там буду тогда добывать у нас уголь здесь у нас по дереву что здесь у нас дерево почти закончилось здесь у нас есть металл но его немного здесь вот есть елки ну такое так ускоряемся люди я так понимаю у меня все сейчас дома да кроме вот охотников охотники у меня за мясом ходят сейчас пошли охотиться отсутствующий по болезни минус один почему-то здесь написано больных да ждем ждем пока у меня сделаются бараки будем делать уже бараки ускоримся так здесь у меня 10 рабочих сюда надо получается переместить 10 человек вот добыча угля да давай мы тогда отсюда сейчас всех уберем вот так переместим 10 человек тогда на пост добычи я так понимаю что на пост у добычи у нас добыча будет либо быстрее либо что-то типа того либо быстрее либо качественнее короче как-то так будет у нас идти сбор вот а остальных я отправлю тогда вот сюда на сбор металла вот так вот еще у меня получается пять человек остается в городе пускай они тогда что-то делают в городе или они давай вот сюда мы их отправим на дерево еще здесь их всего лишь было пятеро или может еще отправить на металл давай наверное лучше еще отправим на металл так как в принципе дерево у меня есть а вот с металлом небольшая беда поэтому давай мы откроем тогда максимальное количество рабочих на добычу металла так здесь у меня инженеры закрытого в это время суток здесь у меня еду добывают барак уже почти сделался осталось в принципе чуть-чуть по времени надо держаться люди от меня люди от меня зависят какие люди от тебя зависят 11 человек заболело так барак у меня готов смотрим вот у меня барак также тоже да базовый уровень тепла 2 я могу допустим просто улучшить да стоимость 12 древесины 10 стали 10 стали вот мне нужно то есть я могу сделать 2 барака можно их построить отдельно я скорее всего их так и буду строить то есть буду строить их вот так вот отдельно а а ну там по-моему металл же у меня добывают поэтому можно будет построить бараков побольше 10 древесины ну давай наверное сделаем еще такие вот палатки вот так мне кажется хватит все это дело нужно построить для того чтобы у всех людей были дома чтобы они не мерзли по ночам так что будем изучать следующее так я вот хотел обогреватели улучшение генератора обогреватели давайте изучим что мне кстати тут по температуре почему-то на кухне холодно не знаю с чем это связано но вот на кухне почему-то холодно у нас так дома строятся бараки один барак есть отлично да по температуре здесь конечно же потеплее причем так заметно да надежда растет все рады иметь крышу над головой пусть и колышущуюся на ветру да теперь у всех есть дома недовольство у нас упало все дела обыграем часть домов берем все дома так холодные жилища капитан некоторые беспокойны низкой температуры в жилищах люди резонно замечают из-за холода легко заболеть и просят что нибудь предпринять обогреть часть домов нужно начать отапливать один один холодный дом в течение 2 дней а затем обогревать их 2 дня нужно начать отапливать 2 холодных домов в течение 24 часов затем обогревать их 2 дня ну давай возьмем вот это Давай возьмем. Вот это, в принципе, уголь у меня есть. Я думаю, что мне хватит. Обеспечить приемлемую температуру в домах. Добритесь, чтобы температура не ниже отметки приемлема. Так, добавить исследование. Обогреватели у меня готовы. Да, увеличение радиуса генератора. Вот, вот это вот мне тоже нужно. Увеличить радиус генератора и расширить тепловую зону. Потреблять вдвое больше угля, если это настройка активна. А, вдвое больше угля, блин. Позволяет повысить температуру в всех тепловых зонах на один уровень. Ух ты! Потребляли вдвое... А, тоже вдвое больше угля. Да, еки-палки. Больше разведчиков. Так, улучшение санитарного пункта. Исцелять людей на 10% быстрее. Теплица. Можно выращивать некоторые стойки и культуры. Получать до 30 единиц сырой еды в день. Так, ну давай тогда знаешь как сделаем? Давай тогда мы сначала будем делать теплицу. А потом уже будем переходить вот на всякие вот эти вот штуки для добычи. Сначала сделаем теплицу. Тогда. Э... Изучаешься? Нет? А, мне... У меня не хватает металла. Подожди. Тогда мы сюда и сюда тоже отведем максимальное количество людей. 15 человек здесь, 15 человек здесь. Сколько у меня людей свободно? Подожди. Где посмотреть сколько у меня людишек сейчас? Не заняты. Обогреватели. А я могу как-то... Подожди. А вот обогреватели. Мне их как-то нужно включать вручную? Или они просто будут работать? Или они... Ну, типа сами по себе уже включены? Наверное, они сами по себе как-то работают. Но это не точно. Так. Брак, кладбище, здоровье. Так. Тут все как и было. Маяк, мастерская. Построить улицу. Ну, не знаю. Добейтесь, чтобы в домах была температура не ниже отметки приемлемо. Две капсулы... Точнее, два паровых ядра. Паровые ядра, я так понимаю, это довольно ценный ресурс. Который нам будет нужен для строительства... Ну, всяких крутых, наверное, зданий. Ладненько, ребята. Я думаю, что на сегодня мы тогда выпуск с вами закончим. На следующем выпуске, я надеюсь, что-нибудь еще сделаем интересное. С вами был Коррид. Не забываем подписываться, ставить лайки. Всем удачи, всем пока-пока.